Все будто вчера. Беззаботное детство в солнечной Алмате. Большая семья, работа на центральной киностудии города. Когда началась война, Геннадию Ковалеву было 15. Первым на фронт ушел отец. И мы вот 22 июня с отцом, отец взял меня на рыбалку и приехали с рыбалки. И мать нам сказала, началась война. Отец, кто напал на нас? Ну, значит, то, что по радио сообщили немцы, он говорит, да, будет жестокая, тяжелая война. Окончив радиотелеграфные курсы, в 1944 году Геннадий Михайлович попал на Первый Белорусский фронт. И вот Первый Украинский и Первый наш Белорусский окружили 186 тысяч немцев. Это больше трех дивизий, понимаете. И принимают решение командования. Эту группировку разбивают пополам, потом каждую еще пополам. И вот так мы ее и в конце концов уничтожили. Было убито более 60 тысяч немцев. И остальные там 123 тысячи сдались в плен. Себя называют везучим. На войне не раз оказывался на волосок от смерти. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, в разгроме фашистов над Германией. Дошел до логово-врага, а долгожданную победу встретил на боевом посту. И где-то в 2 часа ночи как раз стояло на посту. Радист открыл форточку и кричит мне, Генка, война кончилась. Я говорю, как, да, вот передали радио Англии, Франции, уже передали. И вот уже 95. Самому не верится, говорит юбиляр. Бодр, полон энтузиазма. Каждый день гуляет, активно участвует в патриотических мероприятиях. Обожает зимнюю рыбалку. Самую большую щеку поймал 2 килограмма. Ничего себе. Вот на такую вот удочку. В жизни ничего бы не стал менять, говорит юбиляр. Несомненно, война полностью изменила ее и предопределила род занятий. Службе в армии Геннадий Михайлович посвятил всю жизнь. Хотя когда-то близкие пророчили ему другую профессию. Ученики или друзья класса говорили, ну ты будешь финансистом. Потому что задачи все, какие задавали, я их все решал, решал. Значит, все. Один раз, ну и приходишь, а там сразу, Геннка, давай тетрадь. Ну там, дальше перепишут и так далее. Сами, может, разберутся немного. И одну задачу я не решил. Ну и пришли, учительница пришла по математике, так, ну, поздоровалась. Ну как? А они, вот мы не решили, даже Ковалев не решил. Свой юбилей Геннадий Михайлович проведет в кругу семьи. Говорит, никаких подарков не ждет. Мирное небо над головой, счастливые дети и здоровье близких – для него главная награда. Полина Бахова, Виктория Максюта, телекомпания Одинцова.